Украина это Европа. В Одессе, кроме марша в вышиванках, можно было спланировать путешествия по странам ЕС, открывших для нас свои двери с подписанием без виза. Вот звездочка, вот маркер. Берем. На карте Европы, которая появилась в парке Шевченко, одесситам и гостям города предлагалось обозначить места в Европе, в которых хотелось бы побывать. Мы предлагаем каждому человеку на этой карте Европы наклеить либо город, либо страну Европейского Союза, в которую сейчас мы можем попасть по без визу. Без виза, без ничего, просто купить билеты, взять и поехать. А что у вас тут? Ой, смотри, мы на звездочках пишем название города. Наш президент подписал без виз. Смотри, вот к примеру, давай напишем столицу Италии, Рим. Пошли вместе наклеим. Идем. И вот куда-то вот здесь вот клеерим. А там еще круглый, что вообще я. Умничка, давай пять. Путь в Европу оказался тернистым, но украинцы не намерены с него сворачивать, отказываясь от своей мечты. Наша страна продолжает курс на евроинтеграцию, несмотря на события на Донбассе и временную потерю Крыма. В партии «Солидарность» подчеркивают трудности, выпавшие на долю государства за последние четыре года, а лишь объединили нас, став подтверждением правильности выбранного курса. У Украины общие ценности с Европейским Союзом, поэтому сегодня мы празднуем День Европы. Проходят такие акции по всей Украине. Мы солидарны, что Украина осознанно выбрала для себя путь евроинтеграции. Идемте на клеер. В обмен на звездочки, которые постепенно усыпали карту ЕС, людям вручали тематические значки, приуроченные ко Дню Европы, а также ленточки в национальных цветах, символизирующих европейско-украинское единство.